Ростов сегодня это задержание мужчины при попытке купить секретное военное изделие для перепродажи. И ДТП на трассе с 8 погибшими по вине водителя, летевшего по встречке в запрещенном для обгона месте. Это двойной сельскохозяйственный рекорд области. Сразу и по ранним зерновым, и по общему сбору зерновых. 15 миллионов 400 тысяч тонн. А также день государственного флага России. Ростов сегодня это охрана всех школ безопасным городом. А еще это поход на Старый Базар за ягодой, которую перед покупкой нужно внимательно осмотреть, постучать, сдавить. Но ничего от этого не добиться. Начало гастролей театра у Никитских ворот Марка Розовского с историей лошади, тремя мушкетерами и песнями нашего двора. И похолодание за 30 вниз за окном. На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ведущая Мария Филинкова. Здравствуйте. При попытке купить секретное военное изделие для дальнейшей перепродажи задержан мужчиной в Ростовской области. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Донского управления ФСБ. Подозреваемый взят с поличным. О секретности своей покупки он знал. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Теперь сотрудники ФСБ выясняют, не было ли у задержанного других эпизодов преступной деятельности и выявляют возможных соучастников. Восемь человек, в том числе четыре ребенка, погибли в ДТП на автодороге Ростов-Волгодонск в Волгодонском районе. Случилось это накануне вечером около семи часов. 23-летний водитель «Лады Приоры» пошел на обгон через сплошную линию, не пропустив встречный ВАЗ-2114. Удар был страшным. 14-я улетела в кювет. Не выжил ни один из участников аварии. На месте погибли водитель ВАЗа, его пассажирка и трое детей, семи, девяти и десяти лет, а также 21-летняя пассажирка «Приоры». Виновник аварии и трехлетний ребенок из 14-й скончались в машине скорой помощи. Все погибшие – жители Мартыновского района. О том, как ехал виновник аварии до нее, говорят вот эти кадры обгона другой машины перед встречным большегрузом. «Приора» чудом избегает столкновения, но это ничему не учит водителей. Совсем скоро он устраивает ДТП в месте, где обгон запрещен. Возбуждено уголовное дело по статье нарушения лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, но судить по нему уже некого. Сразу два рекорда побили в этом году хлеборобы Ростовской области. Они собрали 15 миллионов 400 тысяч тонн ранних зерновых, а это больше прошлых рекордов и по озимам, и по сумме озимых с яровыми. Об этом сообщил сегодня Василий Голубев, награждая в Усть-Донецком районе аграриев по итогам урожая 2022. 15 миллионов 400 тысяч тонн – таков теперь рекорд Донского урожая по ранним зерновым. Это самый высокий результат по стране. Краснодарский край намолотил 11 миллионов 280 тысяч тонн, Ставропольский – 8 миллионов 200 тысяч. Василий Голубев рассказал об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Усть-Донецкий район, где наградил 24 героя прошлогодней жатвы. Пять лет назад мы в 2017 году, чуть больше чем пять, отмечали 80-летний юбилей Ростовской области и говорили тогда у небывалых 12 миллионов тонн ранних зерновых. Сейчас донские хлеборобы в очередной раз побили свои собственные рекорды исторические, собрав более 15,4 миллионов тонн при урожайности 44,4 ценнера с гектара. Итог первого этапа уборки превзошел весь урожай 2022 года. Среди награжденных сегодня аграрии центральных и восточных районов, а вообще в областном списке составлено по поручению президента больше 300 механизаторов, животноводов, зоотехников и агрономов. Я считаю, что наука все равно сделала свой вклад в эти миллионы тонн зерна. Наш институт работает по мелиорации земель во всех направлениях. За последние годы мы около 50 проектов сделали в мелиорации земель. Поэтому, если у вас есть возможность и желание, обращайтесь, мы всегда вам поможем. Связь с наукой, с производством – это то единое, которое двигает наш урожай выше и выше. Давайте вместе все это двигать. Ну а в этом году средний урожайный – 44,4 центнера с гектара. По этому показателю лучшим стал Куйбышевский район, где собирали больше 60 центнеров. Дальше – Мясниковский, чуть меньше 60, и Неклиновский – 54,5 центнера с гектара. Ну а тройка по общему сбору – Сальский, Зимовниковский и Зерноградский районы. Показатель лидера – 874 300 тонн. Завершил церемонию награждения концерт. Томская область, любовь и гордость, живет здесь дружно, тотской народ. И область наша, все в мире краши, и нам с тобою идти вперед. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Первый Ростовский. День государственного флага России сегодня. И по этому поводу Владимир Путин обратился к россиянам. Президент призвал уважать знамена нашей страны за всю ее историю. И стяги русских дружин с образом спаса нерукотворного. И черно-желто-белый флаг Российской империи. И красное знамя Советского Союза. И выразил особое отношение к бело-сине-красному флагу. Это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим. Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы. Утверждать славу России. С праздником вас, дорогие друзья. С Днем Российского Флага. 60-метровый триколор пронесли сегодня по парку Горького участники СВО, общественники и волонтеры. День государственного флага России – праздник многонациональный, как наша страна. Так что активное участие в нем приняли диаспоры. Всем пришедшим сегодня в парк Горького раздавали ленточки с триколором. Здесь же можно было нанести бело-синий-красный аквагрим, посмотреть выставку художественных и тематических работ. Активны в этот день диаспоры. Ведь День государственного флага для нашей многонациональной страны – праздник важный. Это еще одно подтверждение того, что создаются все условия для объединения живущих в России народов. Союзный день флага Российской Федерации – это для нас честь и достоинство в первую очередь. Мы должны любить свой флаг и уважать, и всегда защищать этот флаг. Олицетворяя то, что мы есть – силу, честь, благородство, волю к победе. И всех поздравляю, желаю двигаться только вперед, только Алга, не сворачивая на выбранном пути. Россия вперед! Дорогие ростовчане, искренне поздравляю вас с этим знаменательным днем, днем государственного флага Российской Федерации, символом объединения и могущества нашей страны. Искренне желаю вам всем крепкого здоровья, сплоченности, благополучия семье, счастья, здоровья и процветания. Триколор длиной 60 метров развернули и пронесли по парку участники СВО, волонтеры и представители общественных организаций. Хотелось бы поздравить всех жителей нашего города и Ростовской области с этим потрясающим праздником, пожелать благополучия, мирного неба и процветания. С праздником! Для меня великий праздник, начиная от 1991 года. Пользуясь случаем, пожелать всем жителям Ростовской области мира, добра, счастья. С праздником! Флаг России – это наш символ, это наша гордость. Мы все живем под единым флагом России. Один флаг – один народ. Мои искренние поздравления, желаю мира, процветания и удачи всем. А восьмой добровольческий отряд «Барс» поздравил жителей Ростовской области с боевых позиций. Россия – великая страна с великой и славной историей. Спасибо за вашу помощь и поддержку. Совместно мы сможем сломить хребет любому врагу. Наше дело – право. Будем достойны славы наших великих прядков. С праздником! А на главной сцене парка выступили творческие коллективы города. Сердце горело словами, правда и сила за нами. Города все переживет наш. Боец с автоматом Калашникова в одной руке и каской в другой идет вперед. Знаков различия и принадлежности ко времени нет. Этот собирательный образ солдата олицетворяет подвиг всех участников боевых действий. Новый мемориал открыт в Новочеркасске сегодня в день государственного флага России. Равнение на знамя. Оно плавно поднимается под звуки гимна еще одного символа государства. День государственного флага России в Новочеркасской роще «Красная весна» отмечают открытие мемориального комплекса, посвященного подвигу участников боевых действий. Это один из символов Российской Федерации, который позволяет нам сохранить память на долгие года. Он символизирует. Плюс к этому у нас сегодня открытие памятника воинам, участвующих в боевых действиях. Это и Афганистан, это и СВО. С золотом на граните выведены фамилии и звания погибших в боевых конфликтах современной России. Тут Афганистан и Северный Кавказ, Сирия и Таджикистан, Эфиопия и Южная Осетия. И, конечно же, Украина. Мы открываем этот памятник, который, в общем-то, считается, я считаю, историческим событием, потому что это народный наш памятник. Чтобы его открыть, в общем-то, принял участие весь город. Сегодня особенный день, потому что в городе Новочеркасске мы проводим такой праздник, который связан и с открытием памятника павшим воинам, участникам боевых действий. К ордену мужества посмертно представлены двое новочеркасцев-участников специальной военной операции. Сегодня их награды вручили родственникам. А Евгений Кацупеев получает свою вторую медаль за отвагу. Я искренне и сердечно поздравляю всех с Новочеркасском государственным праздником, днем российского флага. Не случайно, что такое масштабное областное мероприятие сегодня проводится именно в городе Новочеркасске, в столице Донского казачества. Ведь именно казаки зародили не только традиции, культурные традиции на Дону, но они первыми под нашим флагом брали в руки оружие и шли защищать нашу страну. Почти в память погибших минутой молчания участники церемонии возложили к новому мемориалу венки и цветы. Сергей Мирошниченко, Первый Ростовский. День государственного флага России отметили 30 тысяч донских школьников. В Ростовском лицее номер 27 утро началось поднятием триколора и исполнением гимна России. А дальше дети пели песни о родине и читали тематические стихи. Например, о том, что значат три цвета нашего флага. Белый символ, честнадцатый и света, и святой мечты, Голубой, что небеса, для сей радости краса, А красный цвет звезды родных, тогда свет нам покой. Те, кому вот-вот идти в первый класс, рисовали символы страны мелками. А советники директора по воспитанию прошли вместе с детьми по станциям символ России, Рассказывая о выдающихся людях страны, ее истории и достижениях. Сегодня со всей страной наш лицей празднует День флага. И наш каждый ребенок, начиная с детского сада, знает каждый цвет, что он означает. И также всю символику нашей России. Ведь именно это чувство любви прививается с детства, чтобы каждый ребенок чувствовал ответственность за свою родину. Моя Россия, моя страна, Ты так красива во все годы меня, Моя Россия, мои друзья, Дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Предвыборная агитация к выборам депутатов законодательного собрания области стартовала почти две недели назад. Идет она по наблюдению специалистов без грязных технологий, но и без ярких выступлений. Представители всех зарегистрированных партий, это Единая Россия, Коммунисты России, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия за правду и новые люди, участвуют в транслирующихся на областных ТВ и радиоканалах дебатах. И мы задали вопрос эксперту, как вы оцениваете предвыборную агитацию в СМИ. Мне кажется, что партии должны активизироваться в разъяснении своих программ, особенно в средствах массовой информации. Показать те слоганы, диалогемы, которые их отличают от других. Сейчас мы посмотрели первые политические дебаты. Иногда мы смотрим на них с чувством юмора, потому что много новичков, они впервые видят аудиторию, а кто-то и впервые видит микрофон. Но есть опытные спикеры, у них стоит быстро учиться. И я уверен, что скоро политические дебаты будут гораздо интереснее. По мнению члена общественного штаба по наблюдению за выборами Александра Нечушкина, выборы должны пройти открыто и прозрачно. Общественная палата уже подготовила для этого больше 4 тысяч независимых наблюдателей, и этот процесс только активизируется. На сегодняшний день мы наблюдаем за политической агитацией, видим, что нет скандалов, нет каких-то жалоб, заявлений. Все идет в рамках политической дискуссии. И это очень здорово. Надеюсь, что так будет продолжаться вплоть до выборов. А в целом политическая агитация – это серьезнейший элемент политической работы партий, и мы очень надеемся, что будет более активное взаимодействие со СМИ, где избиратели, жители до нас могут посмотреть, какие же политические программы отличают партии друг от друга. Все ростовские школы к началу учебного года будут под защитой интеллектуальной системы видеонаблюдения «Безопасный город». Для этого в некоторых из них обновили оборудование и построили каналы связи. Затем, как это было в школе номер 75, в Суворовском наблюдала наша съемочная группа. В 75-й школе уже есть свои 35 камер по периметру и еще 90 в здании. А теперь к ним добавится видеонаблюдение за входами и выходами, которые подключат к системе «Безопасный город». И контроль безопасности станет круглосуточным. И причем это касается не только каких-то антитеррористических моментов, но и техногенных различных затоплений. В Суворовске на ветрах стоит, поэтому здесь реакция будет мгновенной. В течение минуты могут прибыть все службы, необходимые для того, чтобы ликвидировать ту или иную ситуацию. Важно, что для передачи изображения используется выделенный защищенный канал связи, а инфраструктура полностью составлена отечественным оборудованием. Сигнал с камер «Безопасного города» выведен на 17 рабочих мест полиции и Росгвардии и помогает правоохранителям оперативно реагировать на ЧП. Вся информация архивируется и хранится на серверах в течение месяца. При необходимости диспетчеры могут подключить к любой камере аналитический модуль, что дополнительно усилит меры безопасности. В АПК «Безопасный город» у нас реализовано 6 видов аналитики. Это и на массовое скопление людей, и на распознавание государственных регистрационных знаков, распознавание дыма и открытого горения, нетипичное поведение граждан. А в перспективе – идентификация и распознавание лиц. В систему уже интегрировано 414 камер. Каждый день добавляются новые объекты. И к 1 сентября все ростовские школы, а их 101, будут подключены. До конца месяца еще порядка 10 образовательных учреждений будет интегрировано. И уже сегодня в бюджете с 2024-2025 года заложены более 9 миллионов на содержание развития. Интеграция школьных систем видеонаблюдения в региональную платформу «Безопасный город» ведется по поручению губернатора с 2021 года. В целом работа по развитию АПК «Безопасный город» находится на постоянном контроле губернатора Ростовской области. И в ближайшую трехлетку мы будем дополнительно интегрировать по 10-15% камер видеонаблюдения ежегодно. «Безопасный город» – это 4348 камер по области, 1173 из которых следят за социальными учреждениями. Алина Николаева, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Два сквера благоустраиваются в Ростове по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Именно их выбрали для этого сами горожане голосованием. Готовность комсомольского сквера в советском районе 25%, а вот так он должен будет выглядеть. Там появится площадка для выгула собак, детские спортивные элементы, скейт-площадка, удобные дорожки и места отдыха для людей всех возрастов. Сквер «Мира» в Первомайском районе готов уже на 40%. В нем ждем новую детскую площадку, систему автополива, малые архитектурные формы. Оба сквера обещают обновить до конца года. Защищать поля и леса от пожаров спасателям помогают казачьи дружины. Они непосредственно участвуют в тушении огня. Для этого им передают спецтехнику и ведут профилактическую работу, проводя беседы и раздавая памятки. «Здравствуйте. У нас проходит мероприятие по профилактике пожарной безопасности. Хотели бы вам вручить брошюрку для ознакомления. Ну и вашему внучку, скорее всего. Школьнику первый класс идёт. Важное направление противопожарной работы казаков – профилактика. По сравнению с прошлым годом число природных пожаров снизилось. Но, так или иначе, в 90% случаев виноват в них человек. Этот рейд проводится на регулярной основе в совмещении техники пожарной безопасности. Обусловлено это тем, что слишком много в области возникает пожаров по причине неосторожного обращения с огнём, когда люди отдыхают». Дружинники обходят места отдыха и развлечений, детские площадки. Рассказывают о причинах лесных пожаров, а заодно и домашних – от той же газовой плиты. «В целях безопасности мы всё убираем вокруг, чтобы у нас там не было никаких тряпочек, никаких отдельных сковородочек, еды дополнительной, стаканчиков». В 12 казачьих пожарных подразделениях области – 72 человека. В этом году дружинники раздали больше 2000 памяток, выявили 130 нарушений правил пожарной безопасности. С их участием ликвидировано 43 очага возгорания. «В целом по территории Ростовской области уже не первый год у нас продолжается строительство новых пожарных депо. В текущем году, согласно поручению Василия Юрьевича, мы вводим в эксплуатацию 5 новых пожарных частей на территории пяти муниципальных районов Ростовской области. Это будет дополнительно 55 пожарных на территории субъекта, которые обеспечат прикрытие 59 населённых пунктов, где проживает более 17,5 тысяч человек». А ещё казаки ведут профилактическую работу у водоёмов, напоминая отдыхающим правила поведения на воде. Георгий Тюрин, Юрий Санкин, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Презентация книги, литературные площадки, находки и открытия поисковиков, театрализованные представления по мотивам произведений, гуляние на благоустроенной Пухляковской набережной – всё это в честь 107-й годовщины донского писателя. В конце лета у нас вот уже 17-й год начинается лето Калининское. Казачья тематика во многих произведениях писателя. И по казачьей традиции он, его жена и внучка похоронены здесь, прямо в усадьбе у дома. А дочь сегодня и сотрудник музея, и главный биограф отца. «Есть такие материалы я нахожу, над которыми я плачу, почти плачу. Я ведь всё это, как сказать, отцифровываю, что нахожу. Ещё есть стихотворения неопубликованные, я нашла. Вот, есть ещё так, просто заметки его на листочках, очень современные, очень как бы, ну, в тему, в тему, вот в тему нашего сегодняшнего дня. Он предвидел то, что случится. Он предвидел». «Наступит день суровый для Берлина. Поднимутся и выстроятся в ряд нашедшие бессмертие в руинах Одесса, Севастополь, Сталинград». В этот день презентовали переизданную книгу от военного корреспондента комсомолки. Основой её стали недавно найденные записи времён Великой Отечественной. С лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом. Эти словопесни полностью соотносятся с фронтовой судьбой Калинина, который ежедневно отправлял заметки в газету, а при необходимости шёл в бой. «Центром его производения – это не война, это не ужасы войны, это человек. Человек во всех его ипостасиях – хороших, плохих. Но всё-таки человек с внутренним стержнем, с внутренним убеждением. Человек, который является патриотом своей страны». О войне напоминают различные находки и архивные документы. «Полковник тоже наш житель, станица Нижнекунырчинская, Сметанин. А вот вообще редкая фотография плохо сохранилась. Он в составе делегации офицеров, которая готовила подсдамскую конференцию». Здесь же оживают страницы романа «Цыган», где описаны и окрестности Пухляковки, и её люди. А на берегу Дона стреляет пушка и гудит народ, обживая многочисленные уголки недавно обустроенной набережной. «Здесь очень красиво стало. У нас впервые праздник за три года здесь. Всё нравится, конечно. Всё устроено, хорошо. Гуляем, вот, хорошо, чисто. Анатолий Вениаминович, помните? Да, помню, я проработала 29 лет, вот, и 7 месяцев соцработником. Там он на лавочке сидел, писал ещё, отдыхал». По областной программе «Комфортная городская среда» здесь сделали всё, чтобы разместились площадки Калининского лета и Донской лозы, что нальётся в конце сентября и просто, чтобы этот берег стал уютным для местных и гостей. «Мы сегодня начинаем этот фестиваль здесь, в его хоторе Пухляковской, а закончим его 22-го, в день рождения Анатолия Вениаминовича, и день российского флага, закончим его в Узленецке, большим галоконцертом». Татьяна Бочарова, Руслан Хамчеев, Первый, Ростовский. Девушка пытается припарковать свою машину между двумя другими. Не выходит ни так, ни по-другому, на помощь приходит другая девушка. Наконец, парковка успешно проведена, и тут помощница садится в одну из вмешавших машин и уезжает. Такой скетч нашла в интернете наш корреспондент Екатерина Чурсина и сейчас расскажет, что ещё повеселила или растрогала ростовчан в сети. Ещё ростовчане обсуждали незаметную парковку на газоне за деревцем, имя новорождённой альпаки и малышей копибар-карбюраторов. Между двумя припаркованными машинами достаточно места, и девушка пытается его занять. Не выходит ни передним ходом, ни задним. И на помощь приходит другая девушка. Такое залипающее видео активно обсуждают в сети ростовчане. Припарковаться в итоге получилось, и тут помогавшая девушка садится в автомобиль сзади и уезжает. Ситуация вызвала много споров. Одни шутят над подругой приколовшейся, другие считают, что так она подучила водителя-новичка. Хотя, конечно, несложно узнать в этом видеопостановку. А это уже парковка, кроме шуток. Тайные за деревцем. Зачем водитель туда заехал? Масса предположений. Самые правдоподобные из которых – да машина там давно стояла, а потом под ней клумбу сделали и дерево посадили. В парке птиц малинки пополнение, но не птичье. Родилась малышка Альпака. Ей стали подбирать имя – Альмалина, Лето, Шуня. Но самый интересный вариант, конечно, Альпачина. А был бы мальчик, можно было бы назвать Альпакарабан. Умиление вызвало видео, где мама Капибара поет детенышей молоком. Все наслаждались красотой животных, пока один любознательный пользователь не вчитался в текст автора. И не понял, что там написано не Капибары, а Карбюраторы. Тут, конечно, посыпались шутки. Их что, переименовали? У нее там не молоко, а бензин? И так далее. И на этом у меня все. Спасибо, Катя. Мы продолжаем выпуск. Лето заканчивается. Кто-то, услышав эту фразу, начинает грустить. А наш старобазарный корреспондент Лидия Романченко расплывается в улыбке и спешит на рынок. Почему улыбается и зачем спешит? Сейчас она сама объяснит. А как не улыбаться, если финал лета – самый разгар арбузно-дынного сезона? Именно за этими десертными бахчевыми я и отправилась на Старый базар. Но принесла оттуда только арбузы. Бахчевые развалы зелеными горами выросли среди овощных прилавков. Тут и вытянутые гиганты, и малогабаритные 2-3-килограммовые мячики. Темные в светлую полоску и светлые в темную. Готовые открыть вам свое красное сердце. А как насчет солнечно-желтой мякоти? Каких только арбузов не увидишь в августе на Старом базаре. Глаза разбегаются, а руки не знают, по какому круглому постучать. Страшный сон любителей арбузов. Купила, разрезала, погрузила зубы в мякоть. А она вялая, засахаренная, травянистая и так далее. Обломом в этом деле масса. И тут хоть шлепай, хоть дави толстую корку. Попадание 50 на 50. Учимся на глаз определять самые вкусные. Для начала найдем девочку. Да-да, арбузихи существуют. И отличаются широким пятачком на плоской без всяких вогнутостей вершине. Даже продавцы признают, что они сочнее, ароматнее, слаще. И встречаются реже арбузов мальчиков. Теперь смотрим на хвостик. Он должен быть сухим, невялым. Это значит, арбузу дали дозреть под солнышком. О том, что эту ягодку переростка бережно довезли до прилавка, расскажет гладкая, ровная и блестящая кожура. И не пугайтесь золотистой щечки. Это фирменная отметина грунтового лежебоки. Как раз сейчас арбуз долежался на ростовской бахче до пика размера и сладости. Правда, начало полосатого сезона омрачила цена. В первых числах августа по лентам прокатилась новость. Арбузы подорожали на 30%. И после прошлогодних 20-35 рублей за килограмм арбузный полтинник в июле, мягко говоря, шокировал. Сейчас, когда арбузы массово покатились с бахчи на прилавке, разница сократилась до 5-15 рублей. Но она может еще немного ужаться. Продавцы здесь надеются через неделю-другую переписать ценники на прошлогодние 35 рублей. Мельчать в сентябре будут не только цена, но и сами арбузы. Так что, если хотите на радость большой компании принести к столу 10-килограммового красавца в зеленой тельняшке, лучше это сделать сейчас. Но не переоценивайте свои аппетиты, не берите больше, чем сможете съесть. Это целый арбуз может долежать при определенных условиях и до Нового года, а нарезанный от силы пару дней и только в холодильнике. Ведь эту сучную мякоть любят не только люди, но и бактерии. А еще капибары. Эти зверьки даже соревнуются в поедании арбузов. В Японии такой чемпионат арбузных обжорок проводят ежегодно. В 2023-м самая голодная капибара умяла дольку за минуту 29 секунд. А капибара-ценитель растянула арбузное удовольствие на целых 7 минут. Кстати, кулинары уже придумали, куда девать арбузные излишки. Из них готовят сироп, называя арбузным медом, делают арбузный гаспачо, а еще добавляют эту ягоду в салаты, причем не только фруктовые. Нам такое гастрономическое наслаждение доступно до середины сентября точно. Так что наедаемся, спокойно, вдумчиво. На этом все. До встречи. Спасибо, Лида. У нас новости культуры. Гастроли Московского театра у Никитских ворот начинаются сегодня на сцене Ростовского музыкального. За 6 дней 6 спектаклей режиссера Марка Розовского. Основатель театра рассказал о постановках, которые вошли в гастрольную афишу на пресс-конференции. Здесь и «Три мушкетера» на музыку Максима Дунаевского, а фильм с «Боярским» снят, как мы помним, по сценарию Розовского, и «Пушкинская капитанская дочка», и «Будь здоров, школяр» по Акуджаве. А начнут сегодняшним вечером с истории лошади, по рассказу Льва Долстова «Холстомер». Этот спектакль «Худрук» называет визитной карточкой театра. Не только потому, что он родился в 1975 году на сцене Ленинградского ВДТ, я принимал участие в этой постановке. Я делал спектакль на малой сцене, потом этот спектакль выпускал Георгий Александрович Торстоногов, великий режиссер. Он перенес мою работу на большую сцену, доработал ее, и спектакль стал действительно легендарным. А все свои творческие возможности артисты театра у Никитских ворот покажут в спектакле «Набис». Там будут заявки на роль, у нас там будет и ария Иуды, и ария Иисуса Христа, и Суперстара, и отдельные индивидуальные номера, и даже будет отрывок из спектакля, который мы сейчас уже не играем, «Гамбринус», посвященный, так сказать, по повести Александра Ивановича Куприна. И в финале гастролей – песни нашего двора. Спектакль, который идет у Никитских ворот, 28-й сезон. Но если в Москве его играют буквально во дворе, то в Ростове увидим версию для закрытых помещений. Похолодание в Ростове становится серьезным. Завтра воздух не сможет прогреться до 30 градусов. Но не беспокойтесь, любители жары, плюс 29 август нам еще выдаст. При таком спаде температуры наш метеокор Дарья Лисицкая уже присматривается к проявлениям осени в природе. Ростовчане, всем большой-большой-большой привет. Синоптики не подвели, температура воздуха действительно стала падать. И сегодня на улице уже нет и духоты, и даже дышится легче. Но предлагаю отставить в сторону все погодные зарисовки. Давайте лучше заглянем в наш любимый народный календарь. 22 августа не только день государственного флага, но и день Матфея. И целый список примет почему-то говорит о приближающейся непогоде. Вот смотрите. Бросила рыба вдруг клевать? Доброй погоде не бывать. Или ночь? Ясно, а росы нет? К дождю на следующее утро. Вот еще одна. Жабы и лягушки квакают крикливо и неприятно к сырому дню. Но глядя вокруг, почему-то кажется, что эти приметы обойдут нас сегодня стороной. Ведь из Унылого я наблюдаю лишь только желтые листья на деревьях, которые вовсе не намекают на дожди, а лишь говорят, что приход осени в этом году будет раним. Но впереди еще две недели жаркого лета, поэтому давайте проведем их ярко, красочно. А вот о погоде на завтра я расскажу вам я через полминуты. Встречаемся в студии. Похолодание в Ростове продолжается, точнее спад чрезмерной жары. Ночью воздух остынет до 21 градуса. Давненько у нас не было так холодно под луной. День в целом будет ясным, облака покажутся только временами, но к обеду на термометрах всего плюс 29. Дуновения западного ветра можно ждать свежие с разгоном до 5 метров в секунду, а влажность воздуха 46%. Осадкам взяться все еще нет куда, да и атмосферное давление на пару делений подрастет. 755 миллиметров ртутного столба на барометрах. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео. Вся информация и контакты на сайте. В студии была Мария Филинкова. Всего вам доброго. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова